Лидеры еврейского государства Евгений Сова Комиссия КНЕСЭТА по госконтролю собралась на экстренное совещание, посвященное провалам израильской пропаганды А чтобы придать встрече вес, на нее пригласили премьер-министра лично, который, к слову, уже больше года исполняет обязанности министра иностранных дел Организация БДС – это классический пример современного антисемитизма Такой ненависти к евреям и к Израилю я нигде не встречал Я не сталкивался с антисемитизмом во время своих визитов в Китай, Индию, страны Африки А знаете, почему там нет антисемитизма? Потому что эти страны уважают Израиль И там понимают, что дружба с Израилем, развитым государством в вопросах промышленности и технологии В будущем принесет им только пользу Кажется, что сегодня в Израиле не осталось гражданина, который бы не был знаком с аббревиатурой BDS Это пропалестинское международное движение с центральным офисом в Лондоне призывает к экономическому и культурному бойкоту Израиля Акции BDS регулярно проходят в разных странах А среди его активистов можно обнаружить даже коренных израильтян Несколько лет назад известный в Израиле адвокат Ариэль Бульштейн основал организацию Face of Israel Одна из ее задач как раз противостоять таким бойкотам на неформальном уровне Ведь не будучи сотрудником МИДа, Ариэль понимает Он может говорить то, что не всегда позволено кадровым дипломатам BDS это не организация, BDS это бренд Это определенное понятие, которое закрепилось устойчиво в сознании В первую очередь израильской аудитории, израильского истеблишмента За ним кроются абсолютно разные группы Кстати, как например, я не провожу сравнение, но например за Аль-Каидой Там тоже кроются абсолютно разные группы, которые пользуются вот этим вот брендом То же самое касается BDS Разные группы в разных странах с разной степенью влияния Между которыми есть один общий знаменатель Ненависть к Израилю и попытка нанести ему как можно больше ущерба Посредством бойкотов, посредством дискриминации израильской продукции Или представителей Израиля Они активны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году Этот рекламный видеоролик, опубликованный израильским МИДом Рассказывает о том, как непросто быть дипломатом еврейского государства Борьба с BDS одна из трудностей Которую, по мнению госконтролера, можно было бы преодолеть Если бы не действия самого Нетаньягу В 2016-м функции израильской пропаганды по решению премьера Были поделены между четырьмя министерствами Наряду с МИДом этой работой занимается Министерство по стратегическому планированию Министерство главы правительства А также Министерство по делам разведки Это как раз тот случай, когда лебедь, рак и щука Пытаются делить и без того скудные бюджеты на разъяснительную работу Израиль по-прежнему не выделяет достаточные средства На борьбу с различными видами информационных и пропагандистских угроз Не только со стороны BDS Действительно, тут если сравнить, по крайней мере, тот размер инвестиций Которые вкладывает палестинская автономия в антиизраильскую пропаганду С тем, что Израиль вкладывает в отражение этих информационных вызовов Можно понять, что, по крайней мере, со стороны Израиля средства пока недостаточные Израильская дипломатия знает, что представляет собой международный бойкот И чем он может обернуться для экономики страны В середине 70-х после войны судного дня Арабские страны ввели против Израиля нефтяной эмбарго Цена на черное золото резко пошла вверх А Иерусалим был обвинен с западными странами В дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке Сегодня попытки бойкота формально связаны с палестинно-израильским конфликтом При этом решение проблемы, по мнению израильского руководства Вовсе не зависит от исхода переговоров с Рамалой Нитанягу надеется, что соглашение с арабским миром Израиль добьется раньше, чем мира с палестинцами В свою очередь, бригадный генерал запаса израильской военной разведки Шлома Бром уверен Пока не решится палестинский вопрос, согласия между Израилем и Лигой арабских государств не будет При этом Бром все же отмечает, что в отличие от событий 40-летней давности Тон в нынешних попытках бойкота задают отнюдь не арабы, а леворадикальные круги на западе Позиция ряда суннитских режимов Ближнего Востока сегодня идеологически ближе к Израилю, чем к странам, в которых тон задают шиитское большинство Так, например, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты сильно беспокоят так называемая «ось зла», проходящая от Тегерана через Дамаск к боевикам шиитской группировки Хизбалла в Южном Ливане В этом плане палестинская проблема действительно отходит на второй план Но мне кажется, что все равно без ее решения Израилю не добиться полноценного мира с арабами Бездействие Нетаньягу в вопросе палестинского урегулирования как раз и придает легитимность движению БДС В этом убеждены представители израильской оппозиции По их словам, премьеру следует искать достойных союзников Он же усиливает дипломатическую блокаду еврейского государства Как следствие, предвзятое отношение западных СМИ к событиям на Ближнем Востоке Противники действующего правительства указывают на искажение реальности в сообщениях уважаемых изданий И винят в этом не журналистов, а собственное руководство В правительственном пресс-бюро в Иерусалиме, которое выдает аккредитацию, иностранным журналистам отмечают Что будут следить за неверными заголовками и готовы применить меры против сотрудников иностранных СМИ Вплоть до лишения лицензии на работу на территории Израиля И хотя пока до этого дела не доходило, для победы в информационной войне в Иерусалиме готовы на крайние меры Насколько успешно можно противостоять бойкоту со стороны БДС И можно ли вообще победить в современной информационной войне Кажется, что ответа на этот вопрос еще долго не будет Как не будет ответа на другой насущный вопрос для израильтян Когда наступит мир на Ближнем Востоке? Евгений Савал, Владимир Плотки, специально для программы TimeCode. Израиль Евгений Савал, Владимир Плотки, специально для программы